Жители больших европейских городов всё чаще страдают от депрессии. По данным недавних исследований, этому психическому расстройству подвержен каждый десятый житель этой части света. Если разделить по странам, то, например, во Франции и Испании от депрессии страдает каждый пятый городской житель, а в Великобритании – каждый шестой. По мнению учёных, депрессия является одной из самых больших угроз для психического здоровья. Она также ежегодно приносит миллиарды долларов убытка компаниям. Джефф Макдональд работает вице-президентом международного гиганта «Юни Левер». Первый удар депрессии он пережил пять лет назад. В тот период времени он на два месяца выпал из рабочего процесса. «Я был взволнован и подавлен, и это выражалось в отсутствии аппетита. Я не мог читать газеты. Я не мог читать негативные сообщения. Постоянно беспокоился о детях и хотел каждую минуту узнать, где они находятся. Вообще, я люблю гулять, кататься на велосипеде. Но в тот период я не мог заставить себя сесть на велосипед, не мог делать физические упражнения. Самыми экстремальными были суицидальные мысли. Я думал, смогу ли я продолжать дальше, что будет в конце». Потери в Европе от ментальных проблем сотрудников ежегодно достигают 92 миллиардов евро. Из них 26 миллионов фунтов стерлингов приходится на Великобританию. Это заставило такие крупные компании, как British Telecom, Deutsche Post и Royal Mail начать разрабатывать способы борьбы с депрессией. Ведь, согласно исследованию, этот недуг в основном обрушивается на людей именно на рабочем месте. «Психическая болезнь – это тоже болезнь. Просто она требует другого подхода в вопросе реабилитации и интеграции в рабочую среду». Самые распространённые причины депрессии – сверхурочные часы работы низкая зарплата и недостаток положительных рецензий со стороны руководителей. «Депрессию подпитывает отсутствие обратной связи, когда ты не знаешь, насколько хорошо выполняешь работу. Руководителю ведь не так уж сложно сказать кому-то. Отлично сделано, чтобы немного подбодрить». Специальная инициативная группа уже провела своё первое совещание. Двумя её основными задачами будет поиск работников, страдающих от депрессии, и оказанием помощи в восстановлении.